Неожиданно для всех ливийский город Дерна оказался эпицентром стихийных бедствий, которые унесли тысячи жизней. Просим Аллаха терпения и милости для жителей этого народа, и всех других городов и стран, пострадавших от ужасного урагана и наводнений. Город Дерна расположен на побережье Средиземного моря к востоку от города Бенгази. В Дерне работало очень много граждан Египта, множество которых также стали жертвами этого наводнения. Дерна располагается в исторической области Киренаики. Издревле здесь жили греки, ливийцы, берберы, арабы и прочие народы. На протяжении многих веков Дерна являлся торговым центром, собирающим на своей территории множество торговцев из различных стран. Кроме того, этот исторический город во времена правления мусульман был также религиозным и научным центром, колыбелью множества исламских ученых. Именно жители Дерны радушно приняли в своем городе тысячи беженцев из Андалусии после ее падения. Город Дерна разделен на две части известным одноименным Вади, то есть речной долиной, которая периодически наполнялась водой, стекающей с гор. Эта Вади располагается между горою, которую жители называют «Зеленая гора», и между Средиземным морем. По причине наполнения этого Вади, бывало, случались разрушительные наводнения в городе. В 70-х годах прошлого столетия в Дерне было построено две огромные дамбы, чтобы обезопасить город от этих наводнений. Одна из дамб располагалась в километре от города, вторая дамба, которая по величине намного больше первой, находилась в 13 километрах к югу от Дерны. Раньше по причине частых наводнений свои дома и различные здания строили вдали от этого Вади. После же постройки двух дамб здания начали строить вблизи от него. Итак, 10 сентября Дерна стала жертвой небывалого прежде разрушительного урагана, получившего название Даниэль. Данный ураган начался в Греции, и пока он дошел до Ливии, он развил колоссальную скорость, что привело к разрушениям огромного масштаба. Самое удивительное в этом событии – это то, что данный ураган произошел в неожиданное для всех время. В этот сезон на этих землях люди не привыкли быть свидетелями каких-либо циклонов. Сезон дождей и штормов начинается с октября по май месяцы. Поэтому люди в сентябре абсолютно не были готовы к таким бедствиям. Также удивительным было то, что сначала ураган бушевал в Бенгазе, и ожидалось, что если он доберется до Дерны, то будет куда слабее. Однако по воле Всевышнего разрушений в Дерне были намного больше, чем в остальных городах. Началось с того, что в Аде заполнилось водой. Когда воды стало слишком много, обе дамбы обрушились, после чего произошло небывалое доселе наводнение. Первая малая дамба могла удержать полтора миллиона кубометров воды, а вторая дамба – 22 миллиона кубометров. Всего, то есть эти две дамбы выдерживали около 24 миллионов кубометров воды. В день катастрофы на эти дамбы обрушилось около 115 миллионов кубометров воды. Представьте, какое это огромное количество. Почти в пять раз больше того, что могли выдержать эти дамбы. Выяснилось, что это было самое крупное наводнение в истории Африки. Поэтому и такое количество жертв. С каждым днем это количество растет. Кроме того, реальное число обычно бывает в несколько раз больше того, о чем говорят в СМИ. Однако Аллаху известно, сколько действительно погибло в этом бедствии людей. Чтобы понять, насколько было разрушительным это наводнение, можно открыть карту Дерны до бедствия и после. Больше 25%, а некоторые говорят, что и все 40% города теперь находятся под водой. Вода смыла жилые кварталы, множество разрушенных зданий были смыты в море. Что же нам предстоит делать и как относиться к этому событию? Во-первых, нам всем нужно делать дуа за жителей этих городов, чтобы Всевышний Аллах оказал им свое содействие и проявил милость к ним. Во-вторых, нужно поддерживать их физически и материально. Сегодня множество стран оказывает гуманитарную помощь жителям Дерны и других пострадавших городов. Там сегодня люди нуждаются в медикаментах, еде, одежде, палатках и во многих базовых жизненно необходимых вещах. Надеюсь, что страны сплотятся и окажут пострадавшим всю посильную помощь. Просим Аллаха для всех нас прощения и благополучия. В конце хотелось бы напомнить вам хадис нашего любимого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал, «Если постигнет тебя что-нибудь, то не говори, если бы я сделал так, было бы то-то и то-то, но говори, это предопределено Аллахом, и он сделал, что пожелал, ибо поистине слова «если бы» открывают двери шайтану.